здарова всем дорогие друзья сегодня охуенный день и сегодня я хочу вам рассказать охуительную историю о том как я наебал собственно бля свою собственную жену на деньги многие после этого могут от меня отвернуться но а еще большинство наверное спросит какая нахуй жена бля но тебе это приснилось что ли там но на самом деле у меня действительно была жена вот в одном из недавних видео я уже рассказывал от этом откуда у меня жена как я нашел там вся хуйня вот многим может показаться что этот поступок там очень плохой там что я ну как бы очень плохой человек но я в этом не вижу ничего такого более то я вот вот этой всей ситуации воспринимаю это вот ну как ну жест со стороны жены в том что ну в серьезности и и там намерений дорогие друзья давайте самого начала вот начнем с того что я ну познакомился с тянут она была с другой страны вот а меж национальные отношениям так сказать это очень тяжело вот по сравнению с обычными если вы там живете бля ебете соседку например встречаете с ним это одно когда вот других странах это очень отягощено в силу вот различных бюрократических там хунь там документы все это хуня нужно оформлять вот в общем ну как вы понимаете любой человек не может просто приехать в другую страну там и находиться сколько угодно соответственно вот я с украины я ну приехал там в одну из стран снг вот стран снг мне там можно было находиться всего лишь три мере ой да да три месяца если не не ошибаюсь а потом на три месяца съебать и вот дорогие друзья я человек который особо нигде не работал да эту монету соответственно мне не было ну денег вот когда ну приехал в ту страну мне ну пришлось буквально работа так сказать но это была чисто такая как бы ну подработка ну то есть зарплата там была просто смешная и вот по истечению вот этих трех месяцев там ну хотя вот как бы это возможно даже не в первый на приезд но было их было соответственно много то есть я ездил туда-сюда туда-сюда вся хуня и вот пусть то как мы уже как бы я женился на своей жене вот я опять же уехал ну потому что даже после того как женишься это не дает автоматически там гражданство все эту хуйню опять же это нужно ебаться с этим все оформлять и вот бля забыл что хотел сказать вот дорогие друзья ну короче в один из приездом когда уже по сечению трех месяцев съебал вот с той страны в свое опять же на три месяца у меня оставались там некоторые суммы денег вот ну который я заработал там чтобы вот этой суммы там хватало на билет там опять же в ту страну на первое время там и вот я кто смотрел мое там видео которым я выпускал очень давно буквально в прошлом году еще знает что у меня была такая проблема связана с казино ну то есть я играл в казино я проебал там очень большую сумму денег вот это видео есть на моем канале оно кстати набрало много на просмотр он ну то есть я не знаю видели его именно мои подписчики но там много просмотров что-то или ну 15к просмотров в общем дохуя это одно из самых популярных видео на моем канале там вы можете увидеть как я ну проебал все свои деньги в казино там была огромная сумма для меня и вот дорогие друзья по сечению трех месяцев соответственно жена ну мы общались с ним поддерживали связь как бы написала мне но что-то там блин ну приедешь а у меня аж я ну проебал все деньги в казино у меня еще были в одно время очень веселый но период жизни когда я взял деньги в кредит вот в микрофинансовой организации в банках там ну в общем у меня было очень много долгов и вот я им был должен я его соответственно в силу своей инфантильности не возвращал ну то есть я не считал это чем-то важным не осознавал еще всех последствий вот жена естественно знала все вот это и вот в один из прекрасных дней вот она ну пишет ну что-то ну ну приедешь там я говорю не бля случилось хуёло у меня там в общем я начал говорить и что бля ебать у меня там на карточке лежали деньги и ну который я оставил на на билет к тебе там любимая вся хуйня ну вы знаете как можно ссать в уши ну бабам вот и в общем дорогие друзья я сказала бля у меня там была сумма денег но вот эти ну коллекторы ебаные сняли у меня ее сняли у меня очень ну коварные люди бля хуйцос ебаный там я хранил и все что у меня было вот на билет к тебе они мне сняли естественно это вот ну как бы не являлась ну правдой совершенно не являлась а ну куда же я потратил вот эти все ну деньги я думаю уже догадались конечно же я их ну проебал в казино вот как и множество других соответственно моя жена вот ну поверив то что у меня там эти ну коллекторы сняли деньги она говорит давай я тебе вышлю денег чтобы ты приехал вся хуйня в общем она выслала мне эти деньги ну то есть я но приехал за ее счет там это сумма ну была ну то есть не большая но не маленько ну то есть это сумма на было вот 15 к рублей вот напишите вот для вас это много ли мало ну в общем самосуд то не в сумме не в деньгах а в том что я наебал свою собственную жену хотя вот мы уже очень давно не не общаемся в силу того что мы как бы мы расстались но к сожалению еще не развелись ну то есть она и даст до нынешнего времени скорее все остается моей женой ну а может и нет хуй знает ну то есть я в силу своей инфанктивности даже не забиваю вот этим голову ну то есть как бы вот эти если вы женились где-то в другой стране в вашей стране вот этот брак недействительным так что вот мне забивать этим голову ни к чему в общем фактов просто фактом я наебал свою собственную жену ну пусть и уже возможно не жену и многие естественно скажут бля ебать там ну как ты ну посмел там особенно там ну баба рабы ну пиздали за там сторонники того что мужчина должен что там мужчина должен обеспечить а ты наоборот наебал там альфонс вся хуйня но я не чувствую никаких угрызений совести в силу того что опять же это была как бы ну проверка ее намерений серьезности ее намерений ну ко мне и я считаю что это вполне нормально вот вполне нормально так что дорогие друзья вот такое было видео напишите свое мнение об этом вот как хуё ли я поступил либо же наоборот нет либо же наоборот настоящий мужик вот интересно мнение каждого и подписывайтесь на канал ставьте палец вверх и до встречи новых видео